Страна ФМ Мы очень рады тебя видеть Анжелика, это у вас нет аплодисментов А у нас в ушах все есть Прошу вас Здесь она просто бушует Слышны голоса наших зрителей Как настроение, Лика С первого взгляда ты излучаешь свет Вся в белом пришла к нам Ты видишь, что я блещу Да, ты блестишься Что есть, то есть Я намерена продолжать блести Девчата, а можно я вас дам сразу Сидим мы за кадром И Лика говорит, какое-то сегодня настроение меланхомическое И вдруг все вошли в камеру Эй, привет Ну друзья, потому что мы же каждый вечер Говорим о юморе Лика, у нас есть такой традиционный вопрос Есть у тебя какой-нибудь секрет или лайфхак Как научиться относиться к жизни с юмором Как ты это делаешь? Давай Просто относиться к жизни с юмором Это гениально Давай углубимся За все углубления в этом шоу-интервью обычно отвечаю я Давай углубимся Давай копать Давай раскопаем Мама-кардиолог Мама-кардиолог Папа-хирург Так Все-таки ты знаешь от юмора немножечко Ну не то, чтобы дистанцированно Казалось бы А что, врачи тоже могут быть с юмором Серьезные вещи В моем понимании Хирург и кардиолог Спасение жизни Какие-то ситуации стрессовые для других людей И вдруг ты сворачиваешь Ну практически в другую сторону И вот ты здесь Актриса театра Да, действительно интересно Ну а как родители отнеслись к твоей карьере? Нет, на самом деле У меня с детства были задатки Это неожиданно пришло Я так думаю, что я с этим родилась О, круто Ну и с юмором может быть тоже Хотя мама утверждает, что Так как у меня есть сестра, артистка тоже Пошла по моим стопам По моим стопам Она же младшая Кристина, привет Хочу ей передать Где бы ты ни была, Лика Где бы ты ни была Где бы ты ни была Вот И у нее есть тоже чувство юмора На что мама всегда говорит, что Ну это у вас от меня О, от мамы Интересно, что у меня от папы Что говорит на это отец? Дело в том, что папа у меня 15 лет Когда мне было 15 лет А в детстве? А в детстве Нет, папа у меня достаточно строгий был Серьезно Прям настоящий вот Да Хирург Дисциплина С таким не забалуешь Нет Но, кстати, хочу отметить Что Лика сегодня не опоздала на эфир Друзья, пришла вовремя Еще и загримированная И вообще Молодец Это очень удивительно Потому что я всегда Везде опаздываю Серьезно? Да Подожди А как же вот эта папина закалка Ну так как вы сказали, что прямой эфир И все такое Все Меня немножко это как-то мобилизует А так Все, друзья А кто будет приглашать Лику Сразу говорите Прямой эфир Не важно прямой он Кривой эфир Кефир Не важно Просто прямой Вот и заградок Ну смотри, интересно, что ты говоришь Что с детства у тебя такие задатки Уже творческие, артистические проявились Ты же пародировала Майкла Джексона И так далее Ну я Ты смотрела с телека все это И повторяла Или как это все пришло? Ну я же была ребенком Там что видишь Что вижу, то пою Понимаешь? И поэтому Я очень любила в детстве Собирать вокруг себя толпу детей То есть когда я видела Что на меня направлено внимание Меня это еще больше Знаешь, энергия бурлила Внутри меня И мне хотелось еще так И сяк И это То есть я такая как бы обезьянка Ну Лик, ну а ты все-таки Ну как бы ты Знаешь такой Можно сказать Компанельский все-таки Больше игрок Командный Или же ты личность Такая самостоятельная единица Я думаю, что командный все-таки Да, командный Все-таки лучше Извлекать прибыль со всем Правильно? Конечно Лидер один Что? Вот когда командный Кстати, слушайте Дайте я поделюсь У нас все-таки Еще и просветительская передача Как-никак Я только вчера узнал Дети, когда они садятся Первый раз Играть, допустим В детском саду Все время начинается с фразы Я сам, я сам Ребенку достаточно двух дней Чтобы понять Что в команде Результаты больше То есть сама жизнь Его за два дня учит Маша А мы с тобой Шесть месяцев Не можем научиться Ну смотри, командная игра Я знаю, что у тебя Профессионально-актерское образование Так Как вы Ну, сразу проявились Твои там актерские навыки Или было все-таки Как-то сложно Была конкуренция на курсе Ну вот Слушай Как с этим обстояли дела? Ну, на самом деле Конечно Конкуренция Она, наверное, внутренне есть Потому что нет такого Что Там, я не знаю А внутри себя Ты все равно чувствуешь Ну, как бы Ты понимаешь, что Театров мало Ролей тоже немного Извините Каждый год выпускается Очень-очень много То есть внутри, конечно Есть немножечко такое Но на самом деле Мне кажется Каждому свое Каждое Главное Делай А дальше будет, что будет Вот А что касается Именно когда на курсе Я училась Не знаю Такое беззаботное На самом деле Сложное, но беззаботное время Потому что Трудоустройство Еще как бы впереди Да, да, да Учишься Все, друзья Что было дальше После учебы Поговорим сразу После маленькой музыкальной паузы Телерадиоканал Вы думаете, что Мы здесь вдвоем сидим Тему обсуждаем А вот и нет Потому что мы на стуле А не за столом Маш новая Майк 8 Лика Коширина Естественно Ну давай ну год Объявим Лику Давай Еще раз Заново Лика Коширина Какие вы веселые Задорные Как хорошо Это ж как надо Любить деньги Пожалуйста, Лика Подожди Мы говорили о том Что ты абсолютно Командный игрок И я хочу Немножечко Вот после этого Перенестись На несколько лет Сколько уже Кстати Прошло С того момента С этого проекта Даешь молодежь Это же абсолютно Командная игра Была на тот момент Мне интересно Как ты с ребятами И по сей день Общаешься Может быть скучаешь Как ностальгируешь По тем временам Нет, недавно Кто-то Недавно мне кто-то Прислал скетч Потому что Вы знаете Раньше В наши времена Так Не то, что нынче В нашу молодость Да, еще не то, что нынче В наши времена Это называлось скетч А сейчас Сейчас это называется Вайны Вайны Я так думаю Что это одно и то же В принципе Так И тут мне кто-то недавно Присылал скетч Что там в институте И я такая сила Думала Такая молодая была Так хорошо было А на самом деле Что-то я хотела сказать И мысль потеряла А это потому что Возраст, Лика Это ничего Я тоже иногда Вот так думаю Думаю Сижу Ну смотри А я тебе помогу Смотри Тебе прислали этот скетч А вот реально Если сейчас Программа Даешь молодежь Раздробить На много-много вайнов Это же можно Запустить ютуб канал И быть Супер популярным человеком Я думаю Что если бы Даешь молодежь Если бы сейчас Стартанула Это была бы Совсем другая история Другая популярность Тогда это было Ну достаточно узко Это только было на канале Потом уже в ютубе Ну то есть Сейчас на самом деле Это понятно Сейчас это эра вайнов Да В инстаграме И так далее Это скетчи Наши Мы Родоначальники Сейчас мне кажется Нас услышали Авторы И актеры Улицы разбитых фонарей Сейчас они раздробят Свои 12 сезонов Ну подожди А как ты вот кстати Чувствуешь вот эту градацию Может быть Юмор как-то поменялся Вот у вас были такие скетчи Тоже Ну достаточно бытовые темы Сейчас вайны В интернете Ну такие Все я смотрю Какие-то читы вайны Я вижу У нас что-то такие Какие-то параллели В принципе Все плюс-минус Все одно Давай ответим Маше вот это Маша вот А вот сейчас Все изменилось Нет, ну мне реально кажется Переодеть людей Немножко Переодеть Не так вот как тогда Переодеть немножко Да Сзади вот такую Наружную рекламу Если там Какие-то сцены В городе убрать Машины подавить Все то же самое Нет, ну а тебе не кажется Что сейчас в интернете Немножко какой-то Примитивизм Вот как-то все-таки Лидирует Ну бывают Ну простите Ну очень в лоб Какие-то Ну очень поверхностные Там ну вайны Назовем вот так Я Ты знаешь У меня немножко Другие требования Скажем так К этому Какие у тебя требования Ну то есть Когда какие-то Действительно Примитивные истории В инстаграме У меня это То есть я вижу Что у миллионной Просмотры происходит У этого Грубо говоря Вайна Но я понимаю Что ну То есть меня это Мимо Ну меня Мимо прошло А тебя это не трогает Меня в сердце не попало Ну мимо Мимо Но тебя не трогает Тот факт Что ну как же Ну это же полный бред Почему у него Миллионы просмотров Слушай Ну если Люди смотрят Значит Кого-то это трогает Значит Этому Место быть Ну как бы То есть это Все так Как должно быть Я просто поясню Маша Это давний борец За справедливость За острый юмор И вообще За то Чтобы все было правильно Поэтому Ну что ты заканчивай Вот вообще Как это может быть Но мне интересно Ликино мнение Потому что человек Профессиональный актер Понимаешь А вот интересно Смотри Ты то есть Отключилась Ну я не смотрю Если Сейчас Быстренько отвечу Я не смотрю эти войны То есть это очень редко попадает Все Вот и ответ Но смотри Сейчас многие люди Например Могут попасть в актерскую среду Совершенно не имея Профессионального Актерского образования Вот как ты к этому относишься То есть стоило ли тебе Там Вкалывать все пять лет Познавать вот эти вот Систему Станиславского И так далее Хотя в принципе Могло бы Как бы И не тратить на это время Спорный вопрос На самом деле Я даже не знаю Как я к этому отношусь Но Тут Пятьдесят на пятьдесят Понимаешь Тут может быть такая история Что человек талантливый Но просто вот не сложилось И поступить в институт Ну Поэтому Но это же не отменяет Его талант И так далее То есть ты считаешь Что не обязательно В наше время Иметь профессиональное образование В принципе Можно быть просто талантливым И где-то Выстрелить Ну нет Все равно образование нужно Я до сих пор Я до сих пор Понимаешь Хожу на всякие мастер-классы На актерские тренинги То есть Ну это касаемо меня Я люблю развиваться Мне кажется Как это говорят Девяносто процентов Трудолюбия И десять процентов таланта То есть в любом случае Мишкин, да Девиз по жизни Да Не мы чем-то катанем Вот А у меня, девчули Есть другое мнение И я его озвучу Ровно после чего Ах вот оно что Того, как мы послушаем музыку Никуда не переключайтесь Мы будем здесь вас ждать Две русалки Лика Каширина Маш новая И один русал Майк-Ойс Сегодня с вами здесь Я водяной Я водяной Все, началось Вот, Лика У нас есть небольшие традиции Всегда после 26 минуты Мы с гостями играем Ну сначала деньги Естественно Где твоя шляпа для денег А потом немножко поиграем Итак, сегодня у нас будет Задание такое Ты же у нас актриса У тебя наверняка Хорошо размятый голос И речевой аппарат У меня все хорошо размято Всегда? Да Разомни и нам Хочешь сказать Машу так А ты, кстати, перед Ну там, перед выступлениями Публичными Как ты разминаешь Там скороговорочки Что-нибудь такое Я разминаюсь, да Амбр, амбр А что ты делаешь? Я делаю Такие всякие штуки Какие-какие? Они на самом деле выглядят страшные Я даже не буду это делать Я работаю языком Я думал, я думал Я просто делаю для себя По языковой гимнастике Так, что у тебя? Что у тебя есть для нас? Все, друзья, да Мы сейчас будем с вами Объяснять слова Слова очень простые Нечестно Обычные Смотри, смотри Нечестно, ты их знаешь Я их не знаю Ну ты что? Я все думаешь, их готовила? Нет Но в вашем объяснении Надо исключить все гласные буквы То есть будем объяснять слово Только согласными Ооо И кто больше за минуту Подожди еще раз Попробует А мы сейчас начнем С Михаила Я сейчас понял Все, смотри на меня Держись меня Все будет хорошо Короче, за минуту, друзья, дорогие Кто успеет больше Объяснить слов Тот, собственно, и становится Победителем нашей игры Моя хорошая Я готов Как мы назовем ее? Давай сегодня назовем Это будет наша постоянная рубрика Лика Бвгтк Вот так мы ее назовем Бвгтк так так вот чудесное название друзья наша постоянная рубрика начинается время 321 я тебе буду по одной карточке поехали без глаги так вверх в доме в доме вверх многоэтажка это лифт закидай ее на пол давай город сажаешь в огород сажаешь овощи овощи зелена зелена зелень зелень укроп петрушка лук дыра огурец огурец ты дурой меня назвал сейчас я говорю дурой господи дыра 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 в голове у кого-то что-то это было говорить лифта ты поняла да теперь твоя очередь держи тебе сразу несколько карточек мы будем угадывать вместе чтобы не вставать три раза поехали а только согласны а ч а ты пьешь чай вообще-то чайникский пил давно давно как идийский чай со слоном как чайник назывался давно саловат но это вообще не для меня я вам скажу время вы издевайтесь ну ты хочешь следующее поменять карточку давай следующее а насекомое насекомое так трудолюбимое 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 муравьимое браво два слова Лика молодец все твое время вышло подожди пока чудесно а я так хотела объяснить я черешни мало Проще всего было я черешню объяснить, да? Девочки, мне так нравится играть в эту игру, поскольку я человек с богатым лексиконом. Пожалуйста. В отличие от нас. Все, 3, 2, 1, время, поехали. Мыло? Мыло? Молоко? Что там было? Мыло с с с к. Мыло? Мыло? С с с к. Мыло с с с к. Ну то, ну то. Мола с с к на за тр к. Слушайте, очень напоминает башкирский язык. Я же в башкире. Очень напоминает его. Толстый? Мысн? Толстый? Толстый? Это предмет вообще? Э, д. Ага, предмет. Э, д. Еда. Е, кемоан. Толстый, толстый. Масно? Толстый мясной. Кто? Колбаса? Сарделька? Да! Господи, как же сложно! А как начиналось? Мыло? Смотрите, это маленькая сосиска! Это сарделька! Я понял, я мыла с ССК, я тоже сегодня мыла с ССК, приехал сюда. Давай! Три, два, один, начали, я тебя буду выдавать, поехали. А, ну это мое второе имя. Все. Зама, зама, холодана, холодана, нога, нога. Бови, бова, бова. Оги? Русск. Валеньки, валеньки. Да, валеньки, давай. Балашина, балошина, да, балошина. Балашина, балошина. Холоба, хлеба. Ага, сард, сард. Сард хлеба. Сард, фарма, фарма, фарма. Фарма хлеба, булка. А, еще. Еще, еще, еще. Круассан. Русска, русска. Бублика? Наразна, наразна. А, нарезной. Батон! Батон, конечно! А я искала булка. Друзья, я не знаю, как с ними играть. Дайте музыку. Музыку послушаю. Дайте музыку. Телерадиоканал «Страна-ФМ». Один на всю страну. Слушай, смотри. И одна на всю страну Анжелика Каширина. Сегодня у нас в гостях. Перестали инстаграм Лики и думаю, вот опять надо к вам выходить. Опять вы. Ну что, придется, да. Лик, давай заодно разговаривать. Я заставила вас уже подписаться на себя. Я надеюсь, что вы это сделали. Уже до нашей встречи вы подготовили. Конечно. Теперь у вас новых подписчиков у тебя есть. Теперь, да, вот. Шикарно. Для меня каждый лайк, каждый подписчик на счету. Посему. Слушайте, а чего я вот это, знаете, вот куда-то вот, да-да, вроде всех обманул, да? А то я правда прям при тебе. Вы пока поговорите. Говори-ка, Лика, Каширина, все вместе. У меня недавно, у меня такие потрясающие новости. Давай. У меня недавно появилась синяя галочка. Галочка верификации. А, это круто. А, вот она, я вижу ее. Это значит, что я, это я, и я, ну как бы я, это я. Все просто. Все круто. Друзья, в общем, все новости здесь на... Сейчас я подпишусь ей галочкой, с синей галочкой. Отслайки меня полностью, пожалуйста. Начинай, Михаил. Начинай. Готов. В эфире. Лика, ну смотри, ну, не единым инстаграмом ты, я думаю, что живешь, понимаешь? Давай, какие актуальные проекты сейчас у тебя стартуют? Где тебя можно увидеть? На самом деле сейчас был такой у меня, такой театральный период, потому что сейчас репетируем пьесу, спектакль «Брачный капкан» называется. Известный спектакль для мужчин, да? Да, известный. Все мужчины приглашаются. У нас будет в Москве, правда, у нас будет спектакль только в декабре. Это комедия «Дель арте», очень смешная. Я там, соответственно, тоже очень смешная. Далее. Прелесть. Пожалуйста, продолжайте. Далее. Вот буквально на выходных мы отыграли спектакль «Стиховарение». Это благотворительный спектакль для детей и родителей. Ну, это идея и реализация фонда Юлия Пересильд, «Голчонок». Собственно говоря, 14-го, 17-го ноября. Да, было 14-го, теперь будет 17-го. 18-го ноября мы будем играть в Театре Ермоловой. Посему приглашаю всех с детьми, родителей делать добрые дела и смотреть на нас. В Театр Ермоловой. Да. «Стиховарение» — это что, вы там стихи читаете? Мы там читаем стихи, да, все вот на этом построено. Стихи современных российских поэтов. И очень все так остроумно, весело. У тебя есть любимое стихотворение, кстати? А у меня оно там пока одно, собственно говоря, оно и меня... Оно и любимое сапало. Это какое? Это какое, подожди. Называется «Оладушки». Старенькие бабушки жарили оладушки. А продолжение приходите посмотреть 17-го ноября. А то будет спойлер. Но подожди, не только это. Я знаю, что ты сейчас снялась в одном известном популярном достаточно сериале. Сериале. Да. Вот снялась в первом сезоне сериал «Гранд Леон». В ноябре у нас съемки будут второго сезона. У меня там в первом сезоне роль совсем небольшая. Как бы меня туда ввели. Аккуратненько, не затеяло. То есть я там больше так... Сейчас авторы расписались. И во втором сезоне обещают мне роль побольше. Я играю горничную. Как и все, наверное, в этом сериале. Ну не все, а... Отель «Гранд Леон». Не отель «Гранд Леон». «Гранд Леон». «Гранд Леон» на каком канале можно будет увидеть себя? Канал «Супер». Да, супер канал, супер сериал «Гранд Леон». Мы с Машей Новой там же играем два банных халата, если вы их увидите, соответственно, белый и белый. Я думала, тапочки, нет? Мы же пара. Послушайте, нас повысили. Маша играет в сексуальный халат, я знаю. А я обычный, да. Я обычный. Такой уже халат. Лик, ну а все-таки тебе что больше ближе? Сниматься или же на сцене работать? Ты знаешь, ну, это совершенно разные, две разные… Ну вот, вот. А нравится-то что? Это мы знаем. А нравится-то что? Я люблю сниматься. Больше все-таки в кадре. Больше люблю быть в кадре. Ну, вообще сниматься, сам процесс мне нравится, но и театр я просто обожаю. То есть, как закончился у меня институт, я сразу же так случилась, что попала в театр, играла в спектакль. То есть, театр всегда в моей жизни. Это такой тренинг актерский очень хороший. Круто. Скорбаса, ты готова ли-ка для тренинга сейчас? Господи. А не важно, в принципе. Ответ не важен. У нас блиц, как всегда, думать не надо, просто надо отвечать все, что есть в голове. Пожалуйста. Давай, поехали. Для меня самое важное в жизни? Семья. Идти по жизни с юмором это? Улыбаться, веселиться. Развлекаться. Если бы сейчас, Лика, был 2018 год, что бы ты делала? Какой? 2018. Вышивала. Пожалуйста, 2018. Окей. А 2018? Плавала. Если бы не юмор, Лика, ты бы сейчас? Сидела дома. Ну, а она сегодня с нами, Лика Кашин, друзья, с нами сегодня была. Спасибо тебе огромное, что пришло. Мы желаем тебе запоминающихся ролей. Живей с улыбой. Спасибо. Пока. Пока.